Тетя, которая у нас должна была быть по поводу вот этой вот коробки, которую мы вместе с вами собирали, короче, отъехала. Вот. Но отъехала не в том смысле, что, короче, вальхалу, да? Нет. В смысле, что сказала, позвонила, можно я отменю? Я говорю, конечно, можно отменить, только я материал весь закупила. Она такая, ну, блядь, извините. Я такой, ну, хуй с тобой, ебать, машина. Короче, сегодня две заявки. Одна вчера как раз во время стрима прилетела. Надо мужчине по-быстренькому закрепить, короче, люстру. Опять же, берут еще рублей. Ну, а вторая заявка с последнего электровложика по поводу люстры. Вот, уже сарафан. Надо будет на гражданку ехать. Короче, гражданка у меня в 12, дядя у меня в 9. Вот, сейчас без 20. Собираюсь, одеваюсь, обуваюсь и вперед. Живет он буквально в 6 домах от меня. Ну, чтобы вы понимали, у меня в доме живет в среднем от полутора тысяч человек. То есть, дома такие, что там больше 100 метров. Километр 100 до него пиздавается. Вы дальше, я надеюсь, все увидите, что происходит и как происходит. Ну, и как всегда, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Там же оставлять свои комментарии. И не забывайте поддерживать канал. От вашей поддержки зависит чистота и качество выхода всех видео, а также стримов, на которые вам тоже стоит залетать. Короче, есть еще одна поправка, помарка, которую мне очень хотелось бы вам донести. Не забывайте звонить заказчику до работы по поводу уточнения таких вещей, как стримянка. Вот я в данный момент ее тащу. И понимаете, если бы я сейчас не позвонил заказчику заблаговременно, и, кстати, меня буквально осенило, мне пришлось бы идти домой, брать стримянку. Потому что заявку я бы не сделал, либо заявку пришлось бы отменять. Поэтому, ребята, кто встанет на пульт шабашек и халтур по поводу стримянок и прочих особенностей, лучше перезванивать и сразу спрашивать, нужна ли стримянка, нужно ли бы какое-то отдельное оборудование, есть ли все необходимое. Вот. Иначе будет ковзда. Вот. Ну, я надеюсь, что с люстрой там точно проблем не будет. Там будет все на месте, и она, надеюсь, новая. Но не факт. Короче, кручусь тут в трех соснах. Ввиду того, что все дома очень сильно похожи, да еще и плюс, все огромные и на больших расстояниях, приходится прям крутиться, вертеться везде. А еще к некоторым домам не подступить, там всякие, знаешь, ограды там и тому подобное. Пытаюсь сейчас найти 11 корпус 2 дом. Вот. Если это тот дом, о котором я думаю, конечно, будет вообще жестко. Самое главное, здесь еще же у нас речка небольшая, есть Мурино. Вот. И, короче, эта речка еще и разделяет немножко дома. И рядом находящиеся дома могут быть прям на таком уверенном расстоянии по одной простой причине. Перехода через речку нет. То есть, приходится выходить на главную улицу, на Менделеева, и все это дело обходить. Либо с обратной стороны, не помню, как улица зовется. Ух, жесть, короче. Я был не готов тащить с собой стремянку. Вот. Морально не был готов. Да, блядь, как? Там 7 корпус 2. Я, блядь, не... В смысле? Кстати, тоже правило хорошего тона. Настоятельно рекомендую взять каждому человеку, который работает вот в таких условиях, обязательно отзванивайтесь человеку о том, что вы опаздываете, задерживаетесь, или у вас какие-то проблемы произошли. Потому как любому человеку неприятна неопределенность. Для нас вообще, в принципе, менять свою жизнь, нам, как ленивым мозгам, вообще большая проблема. Поэтому каждый раз, когда мы впадаем в какую-то неопределенность или в ненормальность, мы получаем дикий стресс. И вы, если будете источником этого стресса, это будет крайне плохо для вас и для вашего бизнеса, назовем это так. Хотя, в принципе, если брать американское слово «бизнес», то оно, как нельзя, лучше отражает то, чем я в данный момент занимаюсь. В России, конечно, слово «бизнес» сильно оборочено и унижено. Во! Смотри, 11 корпус 2. Охуеть! Как я его нашел? Вот теперь... Теперь фокус номер 2 называется «Найди вход». Вот где? Ну, смотри, вот здесь, видимо, откровенно понятно, что здесь всякие торговые движухи. Но либо, значит, с той стороны, либо сверху. Ну, давай попробуем снизу найти, что ли, вход. Потому что, ну, вообще какая-то дичь. Смотри, как я выгляжу со стороны. Прикинь! Вот так вот я выгляжу со стороны. Я, короче, потихонечку поднимаюсь наверх. То есть сейчас будем тестить варик. Вот я был там. Теперь я иду туда. Вот сейчас будем смотреть, сверху ли вход. Да, чувак, прикинь! Смотри, тут реально, короче, входы сверху. А снизу, видимо, просто парковочные места. Ну, вот, ребята, кто не из Петербурга, кто из маленьких регионов, посмотрите. В один такой дом реально можно поселить. Небольшой поселок, а иногда и большой. Во! Я нашел даже ту квартиру, которая нужна. Все, пошли, короче. Так. Смотри, тут даже еще не открыли, не отмыли еще, короче, ящики. Так, тихо, тихо. Работает? Нет. Явно не работает. Опа. Вот, короче, видишь, алекс лифтс. Фух, блять, как сложно-то, а? Что-то прям тяжко вообще. Со стремянкой ходить надо. Да у меня, видишь, у меня стремянка стальная. Надо алюминиевую брать на подходы. Ну, короче, если много будет заявок, буду брать себе алюминиевую, короче. Здравствуйте. Офига. Прикинь. Офигеть. Мне нравится. Хорошо. Предположим. Вот это порнография. Охренеть. Офигеть. Елка. Прикинь, на кембриках. 21 век, мать вашу, на кембриках. Ё-моё. Вот ты. Я не разводку, видимо, по всему свету, короче, ёбнули в коробке. Ха-ха-ха. Это же... Бля, я думал, я фетрострою увидел, конечно, распиздяйство. Но Arsenal меня удивил. Ё-моё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подожжу Субтитры сделал DimaTorzok Ну чуть меньше часа С условием того, что я пока нашел, пока пришел Ну слушай, мы как раз все это время Вот прям бодренько это все закончили Слушай, ну классно Люстра, кстати, 11 тысяч стоит Ну смотри Как вы и слышали Собственно, что Я сразу сказал, что здесь не тысячи Здесь вот минимум еще плюс 300 рублей Вот, почему 300? Потому как Сложные, большие люстры, которые Требуют каких-то загонов при установке Всегда За них нужно платить больше Потому как Как помните, я этот люстру Софит прикрепил То есть я буквально пришел Такой типа Хуяк, здравствуйте, спасибо То есть вот это называется Легкая люстра И вот она как раз таки стоит тысячу Вот В данный момент Эта люстра была сложной Во-вторых, она была дорогой А я, как правило, за люстры Которые стоят Ну примерно Дороже Пяти тысяч Еще за установку беру Сверху Десять процентов от стоимости То есть тысячу То есть Следовательно, установка Ему должна была обойтись в две В две сто Вот Но Опять же Сарафан Демпинг Вот, ребята Тысячу триста Ребята Тоже у меня большой вам совет Не стесняйтесь И не бойтесь Говорить, что цена Стала другой Потому как Если вы видите Что здесь вам придется Изрядно поебаться Вы Говорите Цену Цена должна быть Соразмерна В вашей работе Не должно быть такого Что вы Выполняя работу Потом будете себя корить За то, что продешевили Ни в коем случае Ни в коем Не должно быть такого Чтобы вы себя корили За то, что вы делаете Работу за бесплатно Если вы вышли На тропу Самозанятого Да, так назовем его Шабашника Халтурщика Если вы вышли На эту тропу И вы понимаете Что стабильного заработка В классическом его понимании Зарплата У вас нет И не будет никогда Поэтому именно вы Теперь Ставите условия По работе Именно вы Теперь Организуете цену Не дядя вам Навязывает Этот ценник Никто либо другой Говорит вам За сколько работать Именно вы Решаете За какие деньги Вы будете Выполнять Ту или иную работу Именно вы Диктуете Ценник Нет Есть действительно Такие случаи Когда люди Ебанистически бедные Прям просто пизда Вот Но работу Им нужно выполнить Либо у вас В данный момент Какие-то финансовые проблемы И вы готовы Сделать работу Не за дорого Хорошо Такое допускается Но Опять же Прикол в том Что именно вы Решаете Будете вы делать Эту работу Или нет Вас никто не заставит И вас никто Не обязует Даже человек Вам собственно Хуевый фидбэк Даже дать Особо не сможет Вот Хотя сможет Прокомментировать Ваш аккаунт Если ему это нужно Но большинство Этим не занимается И большинству Это не нужно Вот Хотя большинство Может быть Ну не большинство Но многие поймут И скажут Типа Ну да Я вижу что Данная работа Действительно стоит Дороже Что Ну она действительно Стоит Этих денег И человек Спокойно Доплатит Вот как у меня Например Сейчас было То есть Я ему сказал Тысячу Но я Охуел Когда увидел И сказал Еще плюс 300 Хотя мог сказать Еще плюс 500 Хотя ну Такие вещи Все таки Надо на берегу Обговаривать Но мне видишь Чувак позвонил Когда я был на стриме У меня мысли были В другом месте Но как бы то ни было Вот Так что Это одна Это одна Из самых Главных Мыслей Которые Я хотел До вас Донести В данном Промежутке Времени Давай подведем Итог Какие мы Усвоили Сегодня Моменты На которые Нам нужно Обращать внимание Первое Каждый раз У заказчика Уточняй Если у него Все необходимое И если у него Нужное тебе Как например Стремянка Не узнав У заказчика Заблаговременно Необходимое Оборудование Либо Материал Ты попадаешь На то Что тебе приходится Бегать Прыгать Тратить Свои или его Деньги И тратить Очень много Времени Которое Для тебя Ценно Для меня Оно очень Ценно У меня Не было Времени Выеживаться Вот Потому как У меня В 12 Уже Заказ То есть Мне нужно Еще ехать На гражданку То есть Я сейчас Иду Домой Исключительно Только ради Того Чтобы закинуть Стремянку Собственно Выпью Быстренько Чаек И двину Туда Вот И второе Вы устанавливаете Цену И сразу же Все моменты По цене Обговариваете Заблаговременно Но Если вы видите Что Что-то пошло Не так И данная работа Выполняется За более Высокий Ценник И вы видите Что вам придется Хорошенечко Помучиться Предупредите Об этом Заказчика Сразу Типа Чувак Здесь Объективно Другая цена И вот почему Например Потому что Она большая Тяжелая Или потому что Мне придется Много-много Мучиться То есть Эту Лампу Этот светильник Эту люстру Не получится Повесить на Два самореза В распредкоробку Плюс Плюс Я ему Еще Перебрал Немножечко Распредкоробку Понятно Что я в ней Не лазил Но По крайней мере Мне пришлось Ее разгрести Для того Чтобы Закинуть Крюк И как минимум Уже За то Что приходится Работать На высоком потолке С недостаточной Высотой Хотя Эта проблема Возможно Меня Из-за того Что у меня Нет Нужной высоты Стремянки Но Все равно Плюс 300 И эти Плюс 300 Прилетели Мне на телефон Ну Типа На сберкарту Так что Чуваки Ценим себя Свой труд Не забываем О том Что В данном Случае Если вы Выходите Вот на Такую Тропу Именно Вы Диктуете Цену И пока Что Допустим Вы там До хера Вест Не в налогах По самую Не балуйся Плюс Вы не работаете Под дядей То все Деньги Вы контролируете Сами И вы должны Ставить Ценник Тот Который Будет Удовлетворять Именно вас Для того Чтобы в конечном Итоге Вы не корили себя За то Что делаете Работу За крайне Низкую цену И вас Это дико Не устраивает И работу Вы делаете Плохо И вы Весь Такой Нервный И вообще Там Все идет Не так Все валится Из рук Работу Делаете Долго И плохо Так быть Не должно Работа Должна быть В кайф По крайней мере Вот я Не Сказал Не солгал Ни в одном Моменте Что Мне в принципе Работа данная Понравилась Делать У нее Было Интересно Ну и собственно Люстра Была Прикольной То есть Классная Так что Ребзя Вот такие Пока Выводы Ну а я Пошел домой Пить чаек Класть Класть И ложить Стремянку И двигаться На следующую Заявочку Ну а когда Пойду Опять же Сниму Небольшой Почерк Не забывайте Ставить лайк Подписываться На канал Там же Оставлять Свои Комментарии И не забывайте Поддерживать Канал От вашей Поддержки Зависит Частота И качество Выхода Всех Видео А также Стримов На которые Вам тоже Стоит Залетать Продолжение следует